К другим темам. В Тюменской области на воду спустили новое судно, которому в будущем предстоит покорять просторы Арктики. Название для корабля выбрали весьма подходящее – «Полярная звезда». Знаменательное событие. Произошло время еще одного немаловажного события. Тюменская область на днях отпраздновала 70-летие со дня своего образования. Все подробности далее. Но с «Полярной звезды» щедро окропили шампанским. Перед новым судном открылись далее об Иртышского бассейна. Такой масштабный рефрижератор до еще морского класса в Тюмени делали впервые. «Для нас это очень было важно понять наши возможности, возможности Тюменской области, сможем ли мы начать строительство судов арктического типа. Я всех вас сегодня хочу поздравить с этим замечательным событием, поблагодарить вас за эту уникальную работу, сказать, что в России, в Тюменской области есть мастера, которым под силу решить любую задачу, поставленную правительством страны и президентам». Поздравив работников судостроительного завода с очередной профессиональной удачей, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин совершил пробную поездку на «Полярной звезде» и осмотрел современное оборудование, которым она укомплектована. Это и холодильные камеры, рассчитанные на 200 тонн хранения продукции, и установки шоковой заморозки рыбы, производительностью до 15 тонн в сутки. Но главная уникальность судна в его оснащении, по последнему слову техники и электроники. «Очень гордимся, потому что это первое судно морское, которое нам довелось построить сегодня. Мы получили громадный опыт строительства таких типов судов. В принципе, морского судостроения надеюсь, в принципе, мы теперь, наше предприятие готово строить и морские суда, ранее мы строили только речные». Сочный оранжевый цвет «Полярной звезды» определен международными стандартами. Судно, которое работает в Арктике, пробираясь сквозь льды и туманы, должно быть заметно издалека. Екатерина Гончарова, Марина Кураева, Клим Горбунов, телеканал «Север», Ямал.